Может, Нолтейл будет плеваться? Может, Нолтейл будет плеваться, пока не понятно. Ну и что, Дума на последний банить? Или кого-то из серии анти-МакПЛ? Ну, мне, кстати, Дум очень нравится для ОГ. Причем именно керри Дум. На легкой, с аурами. А мне кажется, что этот Вайпер легкую пойдет от ОГ, потому что можно тогда дабл с Ларзардазл отправлять, и Бэйн Вайпер хорошо против Дарксира себя чувствует. А в мид... Это Бэйн плюс один, если там будет один Дарксир, то Бэйн плюс один любой хорошо против Дарксира, по-моему. Там Фларку какую-нибудь? Ну, тогда Бэйн может приходить в мид помогать, например, против Лины, убивать эту Лину. Что у тебя там в духе? Вот на первом левеле приходит просто Бэйн. Мне кажется, Вайпер в миде здесь будет, я почти уверен в этом. Или больше я поверю в то, что Бэйн Вайпер как-то там авантюрную даблу во Фейн устроит, чем то, что он здесь на легкую пойдет просто крипов плевать против ДС. Это совсем маловероятно, мне кажется. Ну, вот Бристла, мне кажется, вряд ли хотели его брать. Подбанили Бруду, кстати, на всякий случай. И, кстати, довольно правильно. Виртуз Спро уже делали так. Виртуз Спро любят, да, на лавпик взять Бруду и сделать суппортом. Ну, не совсем они так делали. Кого-нибудь. Когда у них был ДС, ту игру я помню и лучше бы я ее не помнил. Это была такая себе история там. Подожди, они на этом турнире уже так делали? То был Слардар. Все-таки Слардар все интереснее. Суппорта они не делали. Ну, тут не делали, а на Наньянге был один раз. Опа! Он был очень хороший. Джекерос! Вот это, я понимаю, мальчики. Это наши мальчики, они нас порадуют с тобой, Егор. Они говорят, это Джекерос. Это для тебя НС. Вот так вот, да, со сцены просто? А, и все-таки они... ...всем... 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 ...давно... ...давно для него линию, но, видимо, ОГ, линию... ...хотят попытаться найти. Джекерос сейчас этого антимага? Да, они сломают все вышки, а потом у Ворошана и Highground. ГГ, ВП. Джекерос, Винс. Третья карта. Виртус Про против ОДЖИ начинается прямо сейчас. Передаем слово нашим комментаторам. Ну что ж, дорогие друзья, всем еще раз огромнейший привет. С вами по-прежнему Майллшторм и Вирсута и... И... Это Джекерос. Джекерос, господи. Страшно на самом деле, потому что лейт потенциал опять сильнее у оппонента, и если не будет вот этого жесткого эффекта сноубола, то чёрт знает чем закончится эта игра. ОГ ребята, довольно сильные, первая карта была примерно такой же, по специфике, но там не было Джекероса. Там не было того самого Джекироса. Да, ломать-то воронзнатно. Наши аналитики уже, в принципе, предвлекли победу ВП в этой карте. Ну, понятное дело, что... Ну, давай посмотрим на этот раз, пока у нас не началась заруба. FNG играет у нас на Джекира. Год на линии. Фобос будет играть на Дарксире. Лил забирает себе Таска и Гирокоптер от Элидана. Ну, а ребята из команды ОГ. Дазл будет от Флая. Бэйн Крит. Антимаг от Миракла. Слардер Мун. Ну, и Нотейл сел на Вайпера. Ох, сейчас я чувствую этот Джекира. Но он должен зайти, как никогда. Либо это будет в салат победу ОГ, либо в салат победы ОП. По-любому. Джекира, герой вообще, на самом деле, очень, конечно, сильный. Даже в лейте, когда БКБ уже действует мало. Ему очень сильно в свое время подняли Аганим. Там просто огромная колбаса в виде его ультимейта. О, смотри-ка, ФНГ какой. Хитрец. Но, насколько я знаю, в чат писать такие штуки не запрещено. Так что все нормально. Ну, таким пиком, интересно, вообще можно было бы забрать? Нет, забрать Рошана можно вообще любым пиком. Вопрос в том... Во-первых, вопрос во времени, естественно. Это очень ресурсозатратно было. Да, во-первых. Ну, это бы окупилось, если тебе дали убить Рошана. Просто таким пиком, который ОГ, ты придешь убить Рошана, ты будешь очень сильно побитый. И тебя, если придут, то казнят. Так, ну и что, дабла у нас в сложной. Антимагу здесь не позавидуешь. Миракл на нем играет. Два щитка от Дарксира и прогнать этого Дарксира не получится. Более того, еще Антимага прогонят. Сразу в лицо Ликвид Фаер и ХП начинает потихоньку заканчиваться. Да, здесь, конечно, Даззл подхиливает, но... Ну, две пачки тангов, ласка. Зато Слардер будет стоять, вполне себя комфортно чувствовать против Гирокоптера. Но я думаю, эту ситуацию будет выправлять Лил, который не только в миде будет стоять, но еще также подключится, может быть, даже и вверх, но и вниз обязательно. Да, Лил тут пока смотрит. Какого-нибудь... Так, а тут, ну что, ну, просто нападение. Так вот, под Шардами закатываешься, стопишь, и, грубо говоря, тебя требуется слегка подблочить, а там уже Гирыч Рокетбэр режиме разорвет. Я смотрю, года тяжело. Интересная, кстати, ситуация. Сбили у нас по одному варду, насколько я понимаю, на миде сбили вард линии, и сбили вард ВП. Они поставили два сентрика на топ, и тем самым на топе Антимаг вообще ничего не видит, успевает среагировать, уйти на блинке. Но в любом случае для него тут ситуация крайне тяжелая. Да, тут две ситуации крайне тяжелые. Одна у года, другая у Антимага. Если Антимаг еще привык к таким ситуациям, то вот линия желательно доминировать. Ну, очень сильно прессингует. У Флая, кстати говоря, закончилась мана. Теперь уже не будет никаких подхилов, даже элементарно на грейф не хватит. Чего не сказать о Джакире, у которого Ликвид Файр ничего не стоит. И вот эта штука с 90 маны, с его там инополом, он может кастовать и кастовать. Да, и спас имеется, так что нужно в Мироклу быть поосторожней. Если попадает под него, рискует не выйти. Ну, пока, конечно, слабенький левел, естественно. Что дело такое? Ликвид Файр хорош тем, что у него рейндж каста как бы больше, чем у обычной тычки Джакира. Рейндж каста у Джакира маленький. Да, может быть проблема. Так, тут Найтмар, но у него Рокет Беррежи. Ой-ой-ой, брендсап. Да, у Эллида на проблемы. Рокет Беррежи он даже не хочет подрубать и в итоге погибает. Качал себе флэк на двойку. Отличная перетяжка открыта. И здесь никак не среагировали. Но в этот момент Лил перетягивается на мид и забирают вайпера. И размен получается хороший. Для Лины сейчас очень важно было убить этого вайпера. Есть такое. Ну, то, что гирокоптеры забрали, конечно, это тоже большой минус. Но вот небольшая доминация от года. Это более чем хорошо. Но гирокоптер все равно должен лидировать на этом лайне за счет того, что герой в принципе сильный. Я вот не совсем понимаю, почему именно флэк он в приоритете максит. Мне кажется, Рокет Берреж против милишника очень жесткое оружие. Да, может, он при помощи Флэка Харазит. Рокет Беррежа мне тяжело, потому что крипы и все дела. Ну, скорее всего. Вот так вот решил поиграть Иллидан. Так, Миракл. Остается два танга. Даззл также массу сухиллов приносит. Полная мана у него. Вернулся. Но здесь Даззл, да. Здесь Даззл вообще никуда с линией не уйти. Но вот легкие проблемы. Так, у Иллидана опять могут быть проблемы. Но сейчас Иллидан неплохо продамажил. И по идее под Рокет Беррежами можно попытаться даже взять Муна. Рокет Беррежа носит очень много урона. Крипы, Крипы помогает. Айспас успевает заюзать. Как же Воня подключился. Фраг один есть. Но все-таки один в один пока разменялись. Крита забрать тоже нужно. Есть Сноубол. Вкатывается в него. Крита Брэйнсап восстанавливает неплохо. И походу Брэйнсап его спасет. Но нет, Айспас. Айспас. И тут уже на стрейфах должны добивать. Есть фраг. Да, Лил с FNG очень здорово помогает своему кэрри. В итоге Гирокоптер разменен на двух героев. Сам пострадал. Но очень сильно поднимаются саппорты. Лил, который на линии вообще не получал экспы. Имеет сапог, 300 монет сверху. И третий левел. Ну, так вот. Очень-очень хорошо. И продолжает прессинг. Продолжает. Съедает Манго. Ах, не заблочил, к сожалению. Айспас. Сейчас одновременно все свои дизейлы вкастовывают. Заблочить не удается, потому что там под стрейдами. Если бы не одновременно скастовали, а чуть... Ну, с небольшой задержкой, а Испас прошел бы пожёстче, то Гирокоптер, конечно, разбомбил бы. Пикселев буквально не хватило. Крэш. Ой, FNG. Подставился под вышку. Нужно переагрить. И... Какая ошибка. Ну, Испас вроде неплохой. Все равно, конечно, погибает. И у Питера-то никого не получается. Ну, как так, Артем? Он сбил фласку, но переагрил на себя Тавр тем, что ударил. Ударил, как бы, чтобы сбить эту самую фласочку. Да ладно, еще Иридану очередной раз. Ловят, вкатывается здесь, конечно, но чуть-чуть бы буквально вот больше хитпоинтов, может быть, что-то и вышло. А так OG получает очередной фраг. 3-4. Боже, какая зрелищная катка. Сколько, много фрагов везде и повсюду. Да, как только видят возможность какую-то, моментально начинают... Да, Артемага отстали. Он уже в топ, вырывается. Вайпер доминирует на длинный. Ну, плохо все для ВП, потому что у них на легкой линии какая-то тусовка все время происходит. А Артемаг спокойно фармит. И в миде линии тоже против Вайпера тяжело. Ну, хорошо было бы, если бы эта тусовка была как в прошлой игре. На самом деле, вот заднюю сдали ВП. Зря они это делают. Нужно было АЭМа гнобить до конца. Кирокоптер, если его гнобят, он один фиг, имеет там какой-то прокаст. У него КПД в разы выше, чем у АЭМа. А если, как бы, взять антимага, которому не дадут купить БФ, там, до, условно, 20-й минуты хотя бы. Сейчас еще и умирает у нас фраг, судя по всему. А так все-таки ОДЖИ раскочегарили своего противника. Крэш, фраг. Боже, одна десятая секунды. Вот просто одна десятая. И Мун забирает, да, антимаг даже забирает фраг. Все очень скверно. Не нужно было. Надо было стоять дальше на своем лайне и гнобить этого АЭМа. К черту Гирокоптера, пусть его там убивают. Пусть он идет фармить лиса, там он флагкэнон себе как раз промаксил. То есть пусть стакает, фармит, что-то делает, но антимага отпускать не надо было. И вот это вот растянули своего противника и по итогу уходит пока в минус. И сейчас еще год может подняться рискованно, но нет, вовремя предпринимает решение о том, что нужно отойти. Ситуация пока не такая плохая для ВП. Главное сейчас как-то умерить свой пыл. Мун потому что шикарно себя чувствует. Он просто в инвизе тут постоянно бегает, развлекает соперника, забрал сверху. Антимаг теперь вообще остается один на ему норм. Снизу приходят три героя, но вышку они убивать здесь будут очень долго. И году фармить не дают. В итоге ВП возвращаются к первой игре. Ну я и говорю, эта игра очень похожа на первую. То есть у одних хороший лейт, у других хорошая агрессия начальная. Выходит на Фобоса. Заходит сюда Монминдер. Есть у него через 2 секунды спринт. Ну и да, тут конечно Фобос. Вот тут есть телепорт. Джакира прилетает. Хороший ТП и крипы прошли слишком далеко вперед. Джакира тут... Ну вряд ли заберут АЭМа, но можно прохарасить. И в спину заходят. Ой, это очень сейчас неприятная ситуация. Да, просто минус. ФНГ просто минус от моментально, без каких-либо шансов. Фобос убегает. Хотя бы так. Гирокоптер в любом случае фармит очень-очень туго. Убивает его слишком часто. 3 смерти за 8 минут. Это многовато. А на топе у нас вкатывается под Айон Шелла. Мира Гластерли. Хорошо. Отлично. Первая смерть антимага. Найтмар. Лина встряла. Крэш. Ставится стенка. Стенка не особо помогает Году. Госс погибает. Лил тоже под фокусом. Отхиливается со стиков. Кулдаун залетает. Рокет Бэрэш. Хорошо под ускорением. Догнать, убить Крита. Но у Крита слишком много хитпоинтов. Сбить ему телепорт нечем. Он уходит. Ну, более-менее поменялись. Если бы не перетянулся или данж. Сейчас тут, конечно, был бы полный провал. Но хорошо. Забирают антимага или данжа, в свою очередь, также забирает килл. Мы видим, что ВП чуть-чуть выходят вперед. Нужно, нужно антимага напрягать. Нужно приходить к нему. Вот эта комбинация N-Shell плюс Tuscar какой-нибудь. Это очень круто. Надо ей пользоваться. И разваливать, разваливать. Нужно нагнетать обстановку. Другого варианта просто нет у Virtus.pro. Иначе мы уже видели. Они так проиграли. Боже мой, кому же они так проиграли? Да, не первый. Карта практически так проиграла. В ЕГЭ они проиграли, по-моему. Где там бегал антимаг. Просто его было нечем зацепить. ВР какая-то там пыталась что-то сделать. Или это были вега. Да, возможно, это были вега. Ну, не суть. Суть в том, что сценарий давно известен всем хорошо. Вепер играет достаточно-таки пассивно. Он взял максимум левел на коррозе в скин. Ну да, он будет танковать. И в смоках. Опять Мунминдер. Опять находит Иллидана. Опять с ним Бейн, который может зацепить. Нету радиуса. И Иллидан чудом. Но опять это... Вот сейчас ВП просто повезло. Да, если бы Найтмаром цепанул Крит, то там уже, конечно, тяжело было бы убегать. Хорошо, приходит к антимагу. Все, он перестает фармить. Ему тяжело. Он фармит даже, если что-то, то фармит медленно. Главное, там сейчас не отдаться. Наверху. И все время держать его в напряжении. Понятное дело, что он добьет крипов какую-то часть, но какую-то нет. По Найтворсу антимаг пока обгоняет гирокоптер. Это не сверхкритично. Тут главное не довести до быстрого БФа. Потому что пока все идет именно к этому быстрому БФу. Минутик 15-16 он может себе выформить, если все будет идти вот таким вот темпом. Стягиваются наверх втроем. Таск с двумя Манго. Ломают вышку потихоньку. Ликвид Файр пошел. Слая отзонивает, чтобы он не переагрил крипов. Здесь же антимаг, фортификейшн. Но никто не телепортируется. На мид стараются выйти, но на миде год играет очень сейфово. Снизу гирокоптер, но одному Слардару с гирокоптером не совладать. Ну и по итогу какая-то вот у нас такая осторожная уже дота пошла. Все-таки это третья решающая карта. Команда, которая побеждает, проходит дальше. А команда, которая проигрывает, заканчивает свое шествие на этом мейджоре. Видят антимага, сделать ему ничего не могут. Ну хорошо, спушили вышку сверху, получили немножко золота. При этом снизу Иллидан задефился, играет аккуратно. На миде год тоже не подставился. Ну и сейчас выйти еще куда-то. Главное не поумирать. Да, выходят на мид. Будут большими силами прессинговать тавр в миде, насколько я понимаю. Мекки еще нет, а Мекки бы очень хотелось. Джакира сверху. Слардар идет за ним в инвизе. Джакира прячется. Джакира находят. И антимаг рядом. Крэш из руки разваливает. Если еще антимагу фраг достанется, так и есть. Это будет... А нет, слушай, Слардар высался фраг. Слардаром. Ну не так плохо-то, да. Мунминдер выполняет сумасшедший объем работы. Он нафидил во второй игре знатно, но в этой игре у него все очень хорошо. Он прям просто бегает по всей карте. У него 4-2-5. И вот то, что вначале ему дали, вот эти вот размены, там, какую-то экспу, он использовал по полной. Взял себе ПТ вместо Транквилов. И Вертус Прой идут в смоках куда-то. А когда у тебя все хорошо, зачем брать Транквил? Транквилы берутся только тогда, когда у тебя просто всем все худо-бедно. Лучше, чем бегать с обычным тапком. Фобос развешивает Айншеллы. Два Айншелла есть. Очень много демэджа на крита. Бронь сапнуть он даже, походу, не успеет. Так и есть. Он у тебя за Найтмарил и погиб. Ну, это саппорт. Хороший фраг, если сейчас заберут вышку. А вышку они должны забирать. Лина в сейв позиции будет кидывать с Драгонслейвом. Но опасно, конечно. Тяжело. Есть фортификацион ОВП. Там тоже есть фортификацион. Два телепорта. Не отдадут. Красавцы. Под, собственно, тавером они это сделали. Точнее, под тавером противника и видно было, что они тапешатся. Здесь скорее просто задефить вышку, не дать сопернику. В итоге две вышки снесены. Сейчас самое главное, вот эту вот тенденцию сохранить. Лина уже почти догнала вайпера за счет этих таверов. За счет того, что Год там что-то подфармливает слегка. Антимаг, да, перегоняет гирокоптера. Но очень сильный дарсир. По-моему, даже Иулу, если он себе захочет их купить. А, не. Ну, на Боид Стоун чуть-чуть не хватает голды. Боид Стоун, да. Дороговато стоит. Но все равно много. Уже относительно того, что было, гораздо лучше и Мека. Вот она, Мека, с которой сейчас ВП становятся нереально сильными. Это очень важно. Это, безусловно, нужно ломать товара. Желательно не отдавать свои. Потому что антимаг, он еще успеет отсплитпушить. Он еще успеет задолбать команду Виртус Про. Нужно оттягивать этот момент как можно дольше. Да, ну, а М пока фармит леса. И, да, скоро у него будет БФ. Ну, вот как раз, как ты сказал, минутик 15, наверное. А может быть, даже и попозже. И ВП к этому времени могут довольно много всего назабирать. Пока что они заходят во вражеский лес. Антимаг уходит вниз. Снизу Монминдер добивает себе блинг. Очень ранний для хардового Салардара. Да, учитывая, что он еще и пауэр-триды себе взял. Стики грейжные. Суровый парень. Да, очень-очень такой противный будет Салардар. Не, он и творц, как у Антимага практически. По сути то. Так, год добил Юл. Год добил Юл. И... И выходит на топ. Видимо, собираются все-таки пушить верхнюю вышку, отдавать нижнюю. Вышку, конечно, отдавать не хочется. Но она фуловая. Ковырять ее будет долго. Ее очень неудобно дефить. Самое главное. Ждут, ждут, когда хоть кто-то придет сюда дефить. Но никто не приходит. Несмотря на то, что линия так запушена. Да, и сейчас отдадут две вышки, скорее всего. Юлы прилетают. С Динайд не удается. Слишком много дэмэджа у Вайпера. С пассивкой Вайпер, да. Слишком силен. Могут попробовать подцепить. И Вайпер уходит, не хватает тайминга. Как же ВП сейчас долго все делают. Трутся в этом вражеском лесу. Чуть-чуть не хватило им зацепить одного, второго. Но снизу вышку можно попробовать за дефить, если пойдут туда большими силами. Салардар видит Лилу. Прыгает сразу, дает крэш. Тиммейты вроде поблизости. Откидывается Лил. Красавчик Лил. И ТП от Элидана. Видит антимага. Кастует. Колдаун. Финсгрип имеется. Вешается на Элидана. Но Крид буквально погибает. И ничего больше сделать не может. Подымает себя в Юлы год. Не заточил на самом деле он этот Незерстрайк. Но можно попробовать зацепить. И шарты какие от Лила. Что творит Илья? И забирает. Забирают двоих. Вот это очень хороший выпуск. Миракл, Миракл в него врывается. Есть, есть Манавоид. Еще буквально пара тычек. Манавоид. И тут уже Пенг. Вряд ли куда-то идет. Пытается монсовать маны. Нет даже на телепорт. Покупает в центре. 800 голды у него на кармане. Но это неминуемая гибель в миде. Это еще не все. Алил под Айаншелом. В Аплайе. Есть Грейп. Врывается сюда. Монт. Дает крэш. Да ладно. Ты посмотри. Лучший трэп. Жить что-нибудь еще нет. Нечего подсейвить. К сожалению есть на этом на Фобоса. Разбудил иллюзии. Разбудил себя иллюзией. Стоит. Стоит. Непонятно чего ждет. Убежал. Ушел. Смотрим Fight Recap. Двух саппортов на трех героев. Из них один коргерой. Причем такой. Один из самых отфармленных. Ну один достался антимагу. И вот он БФ к 16. БФ к 16 есть. У Элидана тем временем появляются барабаны. Но здесь конечно антимаг начинает все жестче и жестче. Пока не будет какого-то Юла. Ну хотя можно с Юлом Линой, с Юлом Джакира, ну точнее со станом Джакира этого антимага ловить. Есть чем ловить. Пока у него нету БКБ, Джакира очень хороший ловец. Потому что с прокастом, ну если он купит себе Юл, ты невозможно, ты не можешь даже что-то заюзать до того, как тебя станет айспас. И на миде можно попытаться снести вышку. Да, вот он БФ. 16 минут. Хороший тайминг. Ну и начинает фармить. Сверху нету вышки. Вот что там еще сделал ФНГ. Не просто так он забрал. Но преимущество... Миракл, 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 Миракл видит его, но нет, его не видят, судя по всему. Да ладно, Миракл тоже не видел своего противника. Потратил блинг. Стам. Хорошо, нужен Лагуна Блайт, нужен Лагуна Блайт. Отлично. Ох, красавцы. Просто красавцы. Забрали антимага, который только что купил БФ. И теперь, теперь можно забирать еще и вышку. Вайпер здесь на хосте, но хоста заканчивается и летит вперед, цепляет Фобуса в хобус, убегает. Вайпер тоже уходит, понимая, что выходят за ним все. Но вышку дефить не смогут. Снизу тянут время, фортификейшн, ну и спокойно заберут вышку в миде. Вышка в миде, конечно, по цене. Ну да, сами они в миде тоже вышку потеряли. На ботом линии, конечно, отдают, не есть хорошо, но по товарам Рагуна Блайт выглядит довольно приятный. Тир 2 на миде очень близко к тир 1, вот в чем преимущество. Можно идти дальше с Джакира, с Ликвид Файером 4 левела, здесь упадет она быстро. Да, зал решит свою ульту. Так, ну и смотреть на позицию. Знают ли, где Монминдер? Монминдер без маны. Если была такая инфа, то его очень долго не будет в драке. Продолжает Джакира палить этот тавр, просто поливать его огнем раз за разом по кулдауну. Сидовласый с Иракезом, ну это, конечно, извращение редкостное. Антимаг, да. Господи. Не без этого, не без этого. Антимаг в принципе редкостное извращение. В доте. Ну вот, очень грамотный мув по итогу получился. Забрали антимага и сами сломали 2 тавера. Если бы антимага не забрали, а просто пошли бы ломать эти 2 тавера, соответственно, антимаг бы сплитал. И при этом его там мало. Он и фармит, и ломает тебе башни в ответ. А так прям суперидеальный мув получился. Медальки, правда, никакой нету, к сожалению. Да, этого Рошана они будут пилить долго, усердно и затратно достаточно-таки. Ну, и Линя бы как-то раскастоваться, чтобы... Пассивочку настакать себе, да. Да, и тут смог. Сейчас может очень жестко зайти Мунминдер. Нужно, нужно ВП засплититься. Нужно отходить, Мунминдер. Прыгает там в краю. Лина свой стан Фокасоп потратила. Лил под финсгрипом. Раздупляется Лил. Скатывается в Крита. Криту должны здесь давать Грейв. Крит пока живет. Вешается Грейв, но у него практически фулл ХП. Но Тейл под Фокасоп. Рокет БР, швагун облует. Хорошо получается убить. Фобос тоже погибает. Стан от года. Забрать Муна. Но у Муна пока еще слишком много ХП. Забирает Бейна. Иллюзия там вайпера куда-то полетела. Лил побитый. Пытается он, конечно, тут мансовать, чтобы его ничем не забрали. Но Мунминдер не прощает. Да, прыгает. И посмотри, какая хорошая реакция. Прыгает это Фраккаст. Флайт. Тычку делает. Еще один хит нужно сделать. А Сика постанавливается. В итоге выживает каким-то чудом. Тускар. Мунминдер. Крэш очередной. По двоим. Антимаг подтянулся. Монобойт он уже тратил. Антимаг делает фрак. Будет сейчас очередной прыжок. Нет, не пошел. Нет, пошел. Пойдет, пойдет. А тут у нас другой пошел. У нас пошел Мунминдер, которого не остановить, делает еще один фрак. Ого. Но Рошан не очень побитый, поэтому в ответ забрать его вряд ли получится. О чем вы думали, ребята, когда на вас кастанул ульт? Это реально мне напомнило Эхо Слэм за 6 миллионов долларов. Кастуется ульт Дазла и все остаются на Рошане. Фобос думает, что там убийство Рошана идет. Фобос пошел на разведку. Антимаг просто фармит. Там ничего, видит. Лил видит. А, Сигиль. Сигиль, да. Да. Ну, ситуация реально очень странная была в этом плане. Мне казалось, после того, как Дазл скастовал, это шанс для ВП разойтись. Если бы они заняли позицию получше, могли бы и драку провести получше. Но, увы. Смотрим по графикам. Ну, кстати, по графикам еще не так много проиграли. Но, конечно, в перспективе это тот самый антимаг, который набрал сейчас в драке очень много. Да, гирокоптер по Нетворцу. Что там у нас имеет по Нетворцу? У него, кстати, антимага убил. Позиция вообще такая себе. 6500 у антимага. 8400. И этот разрыв будет только увеличиваться. Это, конечно, нехорошо. Джакира очень близко подобрался к Юлу. Это хороший артефакт для него. Но проблема в том, что антимага уже начинает тяжеловато пробивать магией. У него все больше и больше ХП становится. Он сейчас купит себе Владмир. Потом какой-нибудь начнет фармить Манту и начнет скачать пассивку. Собственно, это самое опасное. Ну, антимаг пока еще не сверх страшный. С дабл дэмэджем, но антимаг прячется. Да, и уходит в этот момент втроем Виртус Про. Имитирует атаку вниз. Но видят всех абсолютно игроки ВП. И здесь либо стягиваться с телепортов самим. Ну, да, Даззл все понимает. Что вся команда абсолютно здесь. Хорошая ситуация для ВП. Вы стянули всех абсолютно пятерых. Фармить будет только антимаг. Фармите свои леса. Пока дают. Да, Элиданчику желательно купить себе БКБ. Ну, вот хотят ключевой, на самом деле, артефакт. Может показаться, что не так это важно. Но Юл на Джакира это действительно очень много. Ну, амплифай с себя можно снять. Поднять кого-то с комбинации Юл и Спас. Очень много всего, правда. Любого вообще. Любого можно с этой комбинацией цеплять. И он есть практически. 100 монет остается. Потом добирать какой-то блинка этого антимага действительно можно будет ловить. Но пока что тяжело. Заходят, сейчас прочекают Рошана. Вайпер же здесь. Фрэш. ФНГ. ФНГ. Даже из пасты. Нормальной дать не удалось, к сожалению. То есть с гриппом подцепили еще и Элидана. Будет продолжение. Но не для наших ребят. Это худшая драка, которая была возможна. Испорт очень плохой. Пошел что-то чекать. Хотя на Рошане, ну, в принципе, никого не было. В итоге, вместо того, чтобы отдать саппорта, Элидан зачем-то еще вписался. Причем, ну, если вспомнить, он уже вот не первый раз у него так вот этот вперед-назад-вперед-назад. И его забирают. Да. Ситуация тяжелейшая становится у ВП. Это... Ну, если не ГГ, то уверенный шаг к нему. Сейчас был сделан. Теперь ловить антимага нереально. У него есть Аегис. Вы позади, помимо всего прочего. И вы окажетесь еще больше позади из-за этого Эмма. Четыре тысячи. Четыре тысячи. Ну, четыре тысячи не так много. Если просто понимать тот факт, что должны лидировать ВП своим пиком. И ни в коем случае нельзя им отставать. Тогда, да. Тогда эти четыре тысячи, это страшно. Причем у тебя, ну, Джакира почти нафармил Еул. Буквально чуть-чуть еще. И у него был бы Еул, было бы все хорошо. Но он пошел, умер. И теперь этого Еула еще некоторое время не будет. Вот только 430 монет у него. Кстати, да. Был бы этот Еулчик. Может быть, как-то себя бы поднял. Что-то там время потянул. И может быть даже... В принципе, он был. Ты как бы потратил бы все золото и не потерял бы ничего. А для саппорта же это критично. Ему много фарма отдают, между прочим. Фобос купил Блинг. 11-й левел у него есть. Дарксир это хороший герой, который оставляет еще ВП. Много шансов. Конечно. С этим героем можно камбэкнуть. Конечно, под его вакуум нет супер каких-то жестких комбинаций. Ну, а у Ешек на самом деле прилично. Так, курьера оставить дома. Дома оставить курьера. Он сейчас пролетит над Вардом. И вашему гангу конец. Знают, где ОГЭ. Знают, что они там в пятером. Курьер просто... Он не над Вардом подписывает. Хорошо, хорошо. Нет, он остается. ФНГ приносит себе Варды. Готовы вырваться в драку. Заходит в спину очень хорошо. Просто цеплять и убивать. Начать с вот этого парня. Чтобы никому он не дал ульту, никому не дал ничего. Вообще, прячутся в леса. Выходят. Лина мажет стажом. Хорошая комбинация. Мочит! Чудовищный просто дебуч обрушивается больше. Крит выживает каким-то пока непонятным способом. Мунминдер погибает. Крит все-таки тоже добили. Нужно добивать остальных. Мерекроват блинковый. Судерется на мужика. Но монобойт у него в кулдауне. А Егис у него имеется. Один раз его убили. Ушел Флай. Понял, что здесь нужно тупо... Ну, ну, пошли в сноуболе. Три секунды. Зацепили. Две, одна, ноль. Успевает наблинковаться. Успевает наблинковаться. Но нет телепорта. Там. Вышка, 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 еще одного есть блин. Нет, положи мой. Ты все-таки с блинка вакуум не достанет прыжок с даггера. Удар с руки. Убить. Еще один удар. Нет, не успевает. Миракл на очередном блинке. В шаге от смерти. Просто на волоске. Выживает. Твою мать. Господи. Ай-яй-яй. Если бы, конечно, Фобос сейчас на Верочку заюзал вакуум. Если бы он его не потратил сразу. Прыгал бы просто с даггера, дал бы вакуум, тычку и убил. А так он вакуумом промазал. Эх, чуть-чуть поторопился Фобос. Да. Ну, просто вот другого у меня слова. Нет, немножко не повезло. Но в целом драка отличная. Выбили Аегис. Потеряли там одного саппорт Джакира. И шикарно вышли. Просто вот шикарно. Жалко, что по Нетворцам это дало не так, конечно, много, как хотелось бы. И ситуация все еще остается довольно тяжелой. Джакира успел купить себе все-таки Юл, пока сидел, видимо, в таверне. Его немножко не хватало. Но уже было видно, как в драке он способен цеплять. И какой-то нужен, я не знаю, контроль на Даззла, чтобы он не давал свой Грейв. Какой-то, не знаю, Сайланс купить, что-нибудь, чтобы его заткнуть. Он позиции очень хорошие занимает. Сложно очень, на самом деле, контролить этого застранца. Была возможность, но даже если посмотреть на скиллы ВП, им, в принципе, вот его до Грейва как-то убить невероятно тяжко. Но шансы есть. Ну что ж, расставляют ворды. ОГЭ немножко пришли в себя после вот этой проигранной драки. Антимага не убили. Да, за антимага бы дали очень много. И антимаг продолжает из-за этого уходить по Нетворцу вперед. Гирокоптер с такими артефактами догнать его, ну, не может. И с такой, в принципе, ситуацией по игре. Но, как мы видим, у ВП очень много таких вот героев, которые держатся по Нетворцу плюс-минус. 225 крипов у антимага. Долбасит их только в путь. В то время как у Гирокоптера вообще 98. То есть, ну, совсем мало. Совсем мало по сравнению с тем, что имеет антимаг. Даже Вайпер перегоняет, даже Лина перегоняет, даже Тарксир перегоняет. То есть, Иллидану тут тяжко приходится. Да, ну, он свою задачу делает. Так, что-то купил себе. А, БКБ уже есть у Иллидана. Вот это, кстати, хорошо. Я думал, что до БКБ еще далеко, но теперь хотя бы с БКБ он... 26-ая минута, извини. И если бы у него и БКБ не было, то тут можно было подписать гудгейм. Потому что пока кроме БКБ каких-то прям именно таких жестких айтемов нет. Есть какие-то переходные шмоточки, типа барабаны, аквилы, стики. Странно, что Фобус не взял стенку на 2. На 12-ом-то левеле. Да не, на самом деле, стенка на единичку это нормально, потому что на втором левеле она стоит 250 маны. Это достаточно дорого. Ты думаешь, именно руководство с этим? Да, конечно. А она ничем сильнее не становится. Ну, типа иллюзии на 15%. Ну что, будут ломать ХГ? Только разве что каст рейндж 900 становится. Вот это вот за другое дело. ФНГшка, ФНГшка. Поднимает себя в Юл. Плюс армор. Пошла драка. ФНГ раскастовывается. ФНГ очень больно. Дарксир, стенка! Стяжка! Нужен какой-то станчик. Станчик залетает. Крита убить. Крита убивают. Джакира убивают только сейчас. Удалось. Но убили двух героев. Потеряли одного. К сожалению, это Джакира, который хорош в пуши. Пока еще драка не заканчивается. Вапер отплевывается. ТП от Муна. Не успевает его цапнуть. Нех. Ну, вакуума не было все равно. Да, что бы он сделал. И Мун берет БКБ. Драка хорошая. Опять Fight Recap в пользу Virtus Pro. Убили двух суппортов. Действительно обидно, что погиб Джакира. Без Джакира как-то тяжело. Мирокал. Можно его попробовать подцепить. Да вот черт его знает теперь, как этого Мирокла вообще цеплять. Такой, блин, уже антимаг плотный становится. Да. Антимаг очень плотный. Не поспоришь. Ну и в итоге за место вроде как и в пользу команды ВП. Но по итогу ситуация в пользу команды OG. Команды OG. Они не потеряли ничего практически. Ну, подумаешь, суппорты новые вырастут. Не страшно. А база-то целая. Интересно, что фармит год. У него 2700. Можно попробовать зафармить какой-то блинг. Но ты рискуешь встрять в тяжелой ситуации, если блинганешься. Я думаю, что он БКБ сделает. Думаю, что надо БКБ брать. Как ни крути. Там слишком противные герои. Этимаг хоть тебе поменьше дэмэджи будет вписывать. Да и в принципе слишком много станов. Учитывая, что Слардар уже купил себе БКБ. С Мидасиком он Миндор разъедается только в путь. Ну и возможно стоит как раз подождать Рошана. Он появится уже очень скоро. Ничего не успеет критичного за это время произойти. Ну, тут довольно интересный момент. Два героя, которые в принципе могут напасть на годы и быстро его спилить. И это может быть хороший байт. Байт, байт хороший. Может, может получиться Слардар. Юльчики, Юльчики, Юльчики. Сигиль посветил. Просветил Сигилем. Вкатывается. Хорошо, ТП сбили. Станчик сверху. Лагу на блоге. Отлично. Лил, красавчик. Успел опять среагировать. У меня такое ощущение, что этого парня сегодня прет. И в итоге минус. Минус Миракл. Никакого сплиткуша не будет. Да, я не знаю, слышите вы или нет. Но мы сидим прямо напротив болельщиков. Они сегодня... Все болельщики ВП сегодня условились сесть напротив команды Вертиспро на втором ярусе. Это прямо над нашими комментаторскими позициями. Ну и поддержка нужна, конечно. Вышка упадет моментально. Дабл дэмэдж на линии. Лина почти заканчивает свое БКБ. Да, есть БКБ. Байбэка нету, антимага. Можно идти дальше. Нужно идти дальше. 30 секунд, конечно. С Джеки Росом-то обязательно. Тем более, что комбинация-то готова. Комбинация имеется. И если вдруг и подставится, то это может быть как минимум минус линия. Свардар не прожал БКБ в той драке. Ай, миссует Джеки Рос своим Ликвидфайром. Врывается вакуум одного. Такая себе на Ологу. Дабл дэмэджет очень больно. Грейп пока спасает. Спасает Нотейла. Нотейла сплевывается. Дьется до последнего. Нотейла хорошо подхилили. Нотейл погибает все-таки. Один в один размен. Опять же Джеки Роси погибает. Бежать, 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 бежать. Всем бежать. Всех кидать. Кто откатался, тот сам виноват. Да, тут Лилла, конечно, убивает. Но это разменная монета. Монавойдом не успевает сбить телепорт. Или да. Антимаг. Или да, он уже бежать. Да, и телепорт не сделаешь. Нужны сурзы. Сурзы есть. Слардар скоро откатит у него. Спринт. Был с Даггер довольно-таки, кстати, грамотный. Чтобы сбить телепорт Фобоса, который мог зайти на рушпит. И запешиться. Так, ну и закруппировались. Амплифай закончился. Или да, ну уже не так страшно. По графикам ВП выходит вперед. Да, они отыграли. Антимаг. Блинк. Прямо на гирокоптера. Гирокоптера подхиливают. Но убить он никак не может. Даже вместе со Слардаром бы вряд ли там что-то вышло. У Лины появляется БКБ. Как же оно хорошо заходит. Как же хорошо заходит Аганим против БКБ. Да и в принципе Линя сейчас... Они вообще шикарно заходят против Вайпера, против Антимага. Это два героя с лютейшими резистами. Массивками. Да, а ты так просто ему в лицо на... Что там с твоим лицом? И Иллидану надо брать Демон Эдж, наверное, в такой ситуации. 850 урона. В то время как у Аэма там 1700 хп. 1800. Ну то есть как бы половину практически он сбривает. А ты про Лагуну думал, что у Иллидана 850 урона? Ну если бы у Иллидана было 850 урона, я думаю, мы бы уже смотрели, как падает Трон. Мы бы смотрели на первого в мире антимага с гускипетром, наверное. Да. Ульта Гирокоптера потратил. Рошан появляется через... Ну, увидят ВП скорее всего 2... Нет, не увидят. Сигиль заканчивается чуть раньше. И очень опасный смок сейчас от команды ОГ. Сейчас нужно каким-то образом среагировать. Сила команды ВП в том, что у них хорошая комбинация. Но если их комбинацию нарушить... Вард, Вард видит Фобоса, врывается в Фобоса. Фобоса, 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 Фобоса. Янко расреставался, мановой там есть фраг. Крит минус. Но он повесил, конечно, на него грей повесили. Найтмарр от себя сейвит по максимуму. Лил тоже под фокусом. Крита еле-еле, но все-таки забрали. Отличный айс пас. Лана Вагуна плейт, тупо не хватает маны. Лина погибает. И вот та самая диспозиция, в которую заставили встать ребята из ОГ. Да, это минус. Минус команда Virtus Pro позиция. И ганг от команды ОГ был великолепен. Вот этот вардик, который поставили и спалили все вообще, всю позицию команды ВП. Видим, что заработали много, но самое неприятное это Рошан. И теперь опять не выйти в атаку. Лине не хватило маны на Лагуну. Как жаль, как жаль, что Лагуны не было в этой драке. Да, все очень-очень скверно. Все очень тяжело, скверно. Курьер там еще чуть не погиб, но Курьер выживает. В итоге Eagle Song. Это будет бабочка для Иллидана в перспективе. Но пока все еще держится. Несмотря на то, что у врагов антимаг 3000 преимущества, 7,5 по XP. И пока драться получается. И в принципе, если удастся сохранить хорошую позицию, там стенка, стяжка, стан. Можно выиграть, мне кажется, любую драку против любых героев. Согласен. Но вот OG сейчас прощупали этот момент, что если мы нападаем первые и нападаем как-то неожиданно, то это залог успеха. Да, Darkseer не смог стянуть как следует. Он нам стянул двух героев, но это было не то. И в принципе комбинация зашла не очень хорошо. ВП. Ну, можно, конечно, попробовать напасть на антимаг с БКБ и Аегисом. Но если у вас не получится, то это ГГ. Это может стать концом. Тем более, что гирокоптер вообще на другой части карты. И без ТП. Ну, он купит ТП, конечно. Да, читают ВП, судя по всему. Видят они соперников. Да, аккуратненько все доджат. И Гирыч пошел домой. Не стал он лететь за телепортом. Ну, здесь еще Тир-2 стоит. Вряд ли ее стали бы дефить в Virtus.pro, поэтому, в общем-то, Иллидана здесь не в чем обвинить. Он все делает правильно. Год ФНГ остается сверху. Год за ним. И аккуратненько-аккуратненько подпушивают. Хорошая драка для ВП очень нужна. В принципе, Гирыч, если он так вот видит сейчас Муна. Нужно как-то зайти и... Ой-ой-ой, как он блинканулся. Неужели не пойду за ним? Они его не видят. Они подозревают, что он там. Они видели, видели, что он сейчас зашел. Поздний. Поздний, позний, позний. Рассчитывали, что он быстрее, медленнее зафармит эту точку, но он очень быстро фармится со своим видатиком Киберстоуном. Какой атакс пид, господи. Два удара в секунду. Да, это был бы, конечно, хороший фраг, но не удается сделать. И теперь нужно ждать, когда кончится Aegis. Это дополнительное время для Аэма, у которого уже 21 тысяча нетворса. Боже ты мой, какая же боль. И все бы ничего, если бы это был антимаг без Даззла. Но если ты в него всадишь все, а ему дадут Грейв, это будет очень плохо. Но посмотрим, шансы у Virtus.pro как бы все еще сохраняются. Хотя за прошедшие пару минут вот он, антимаг, который получил преимущество позиции, скажем так, по мапконтролю. 16-ая минута БФ. Просто улетел в космос. Изначально была стратегия загнобить этого антимага, а потом собраться вместе и пушить. Но как только увидели то, что там гирокоптера щемят, начали подключаться ему помогать. И в итоге антимаг выфармил. А ведь поначалу он совсем плохо фармил. Поначалу он был в полной той штуке. Да, но на самом деле могло хватить и одного саппорта, стянулись два, и антимаг получил свой спейс. Но уже не имеет значения. То, что есть, сейчас то и есть. И с антимагом надо как-то пытаться играть. Так, что-то он себе купил. А, он съел муншард. Ну, кстати говоря, не самый лучший выбор, потому что, ну, съедая муншард, ты получаешь в два раза меньше, чем полный муншард. И, ко всему прочему, какой-то башер, мне кажется, смотрелся бы здесь слишком жестко. Он и рассчитывает на то, что к выпадению Аегиса он себе еще и башер нафармит. А пока хотя бы муншард возьму. Так, Лил покупает Блинк. Для Тусика очень важный артефакт. Джакира здесь поспушил. Не смогут его подцепить. Ну, аккуратненько отходит. Ну, что у нас с Аегисом-то? Еще минута. Минута счастья для команды. О, Джи. Год 2 400 имеет, 2 500. Ну, по-моему, тут рефрешер must have вообще какой-то. Хотя для начала неплохо было бы займить еще что-то. Так, здесь поймали антимага, но сразу же убегают от него, потому что он будет на них сам нападать. Так, 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 манси, манси в антимага. Нет башера, это спасает ситуацию, ему вообще нечем цеплять особо. Так, одну тычку сделал, и бежать, бежать, бежать. Ой, хорош. Фобос до конца засейвил сурч, и потом ушел с блинка. Спас своего тиммейта. Да, здесь развели, выиграли немного времени, а Егис 30 секунд. Вот, кстати, наглая игра Миракла, но опять же у него Егис, а Егис, а Егис, антимаг вообще не боится. Рядом пока только один крит, подтягиваются остальные, но они только подтягиваются. Но ВП об этом не знают, потому что гем появился уже давно у ОДЖИ, они там все развардили. Мунминдар бешеный. О, боже мой, какие же айтемы, это лютые. Ну это, блин, я не знаю, это слишком сильно. Это Мидас. Это слишком жесткие шмотки, но у него и 10-3 статистика, 12 ассистов. Само начало игры пошло очень хорошо у этого парня. Все, Егис выпал. Егис выпал, отдают последний тавр снизу, и вообще, в принципе, последний Тер-2 тавр. Ну, кстати, да, башер у него появляется, вот как раз, у антимага. И Смоук разбивается тут же. Видели, где игроки команды Virtus.pro находятся? Иллидан дофармливает эншентов. И выходит за ним. Детран с горем пополам дофармливает. О, Иллидан, Иллидан, БКБ. Не дотягивается финсгрипп. Парабаны фейзы активируют, попыточку утистили порта. А, нет, это не попыточку утистили порта, это у финсгриппом доцепили. Иллидан, правда. Попыточка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но зато он не потратил деньги, у него есть на байбэк. А он уже собирался брать себе Баттерфляй. Ну, здесь как-то отбиться от этого АЭМа. Ну, ему дают дали линги. Ну, иллидан у него нет. Деньги 3000 он никуда не реализует. Но все равно у него, конечно, натворс бешеный. Линна-то что-то себе купила. Иллинга. 3500. Боже мой. Все время только кажется, что УВП что-то появляется. На три шага впереди оказывается УГ. Там и Линкен, и Кираса. Как с этим драться, непонятно. Отставание, кстати говоря, каким-то образом у нас скакнуло. И... Только по XP очень сильно отстают. А по золоту там не столько много. Да, по золоту более-менее. Если Иллидан не будет байбэкаться. Но его будут разводить на этот байбэк. Тянут время. Станут. Ой-ой-ой, Слардер орвался. Год. 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 А позабирает слишком быстро. Год ничего не делает. А нет, подожди, куда он дается? Год под Гастом или что? Я ничего не понял. Но он каким-то образом выживал, раскастовался. Байбэкается. Антимаг забирает Т3 Тауэр. И отступает ОДЖИ после байбэка. Там еще гирокоптер скоро появится. Но мне кажется, они далеко не отойдут. Они могут драться. Нет? Не хотят. Так, почему он так долго жил? Что он нажал? Я, честно говоря, не знаю. Может быть, какой-то Юл после... А, да, точно, Юлу, наверное, себя прожил. После сноубола. Ну, собственно, за счет Юлы пожил еще немного. Но Слардар с Кирасой и Медасом там баш просто нереальный. Баш пауэр. Линам берет себе ТРВЛА. Ну, такой себе, конечно. А этом... Ну да, когда тебя так жестко прессуют, ТРВЛА сомнительный артефакт. Но гирокоптер будет забирать бабочку. Уже есть Квотерстаф, летит за Талисманов Эвейдженом. А тут деваться некуда. Тут хоть в рапиру выходи, блин. После Баттерфлея можно в рапиру смело идти. Вообще смело в рапируйте. Единственный шанс в этой игре выиграть, это на халяве эти с рапирой внести там 6 ударов. Это М. Миракл, Найтмарр на него вешается. Миракл очень жесткий контроль. Отподняли в Юлы. Айспас в кулдауне, к сожалению, Юлина, без Стана. Да, думали, наверное, что у кого-то... Кто поднял в Юлы? Поднял в Юлы у нас в ФНГ. Он, наверное, думал, что есть у Года Стана. У Стана года не было. И Айспас тоже был в кулдауне. По итогу Антимага тупо спасли. Но он все равно ушел бы. Что с Юлами, что без Юла. Он уходил. Плохо, плохо. Да, и Рошан. За этого Рошана уже ВП тяжеловато будет драться. Год без байбэка. Про отставание суммарное. О, я не хочу это видеть. Так резко графики скакнули. С 6000 сразу до 14. Там байбэк года очень сильно порешал. Конечно. Я так понимаю, графики изначально вверх скакнули. Из-за того, что этот парень купил себе Муншард и съел его. И типа он в Нетворсе как-то не засчитался. Или засчитался только половиной из-за того, что дает меньше. Там да, там сильно просел. Но по факту Муншард это круто. Ну, Антимаг сейчас очень бешеный. И Эбисал. И все. И можно убивать любого. Сверху кидают длинку. Да, конечно, Антимаг зашел как никогда. Но посмотрим. Будем надеяться, что в ВП еще удастся. Какая-то невероятная драка, где они переубивают всех. И вот на такой стадии игры, если выровнять Нетворсы каким-то образом, то можно уже играть. Проблема в том, что у соперника слишком большой перевес. И чтобы выровнять Нетворсы, нужно забрать там пятерых. Владмир выкидывает. Возможно, кто-то другой возьмет. Да, сам естественно берет Аегис. И сразу же Эбисал. О, да. О, да. И вот как таково Антимаг останавливать, который нажимает ВКБ, на нем еще висит линка. О, да. Там уже Лагуна Блейд его не пробьет. И он плевать хотел на все. Даже если пробьет, у него будет вторая жизнь. Да. 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 Ну и сейчас будет аккуратно. Один Миракл заходит и бьет Тавр. Не подходить в пятером, потому что если подойдут в пятером, то стенка стяжка. И вам очень плохо. В Миру клощу только Аегис выпадет. Там Владимир прихнут, наверное, в оставшийся слот. Уже взял его Крит. Он, конечно, не работает, естественно. Свой Тавр, конечно, отдавать не хочется. Откидывается с пылами. Это же Сигиль, который замедляет достаточно неплохо. Но Айспас опять же в КД. Только сейчас откатывает. Миракл! Миракл! Практически отъехал. Бежит на него Грейп. Кулдаун неплохо подзамедлял. Элитану нужно отступить. Но Элитана сразу начинает фоксить. Элитана нет. Байбэка пока что. Он живет. Бежать, 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 бежать. Просто бежать отсюда. Антимаг прыгнул на Элитан. Дал монобой. У него фулл монобой. Монобой еще не заважил. Но не особо огорчился на самом деле. Этот Миракл просто с руки его развалил. Засейвил все. И после этого спокойно уничтожил там в ВКБ. Да, драка очень хорошая от ВП. Но они все равно в минусе. Увы. Линия падает. Лагуна Блэйд. Лагуна Блэйд 16 секунд. То есть пад. Тянут время. Потому что падать будет не один лайн. Там уже Мунминдер ломает ранжевый бурак снизу. Сломал. Нападение на ФНГ. Засейвили его. Варлос Панч. Нужно забирать Мунминдера. Какой же он толстый. В итоге падает год. У года Байбэка нет. И тут уже можно конечно. Я думаю можно поздравить Виртус Проту. Что они вновь стали топ-1 СНГ. Но к сожалению. Выше топ-8. Им подняться не удается. Да. Отличная игра от ОГ. Просто все сделали как надо. Красавцы. Очень сильная игра на антимаге от Миракла. Шансов оставил он не так много. Но и в целом очень хорошая макро продемонстрировали. ОГ. Очень. Прямо. Но вот они. На топе. Проблему антимага. Как решить эту проблему? Пусть антимаг терпит. Мы пойдем. Будем гнобить их керри. А ввозь противники поведутся. Виртус Пропа велись. Пытались помочь своему керри. В итоге вся тусовка у гирокоптера. Он еще и стабильно умирает. Как вот было. А антимаг на фрифарме остался. 16-ая минута. Антимаг имеет ПТ-БФ. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...